Здравствуйте, Ян Игоревич. Здравствуйте. Какие программы профилактики и ранней диагностики существуют в обществе Госпром добычи Ямбург на сегодня? На сегодня существует множество программ профилактики и раннего выявления заболеваний. Программы довольно давно существуют, в процессе нашей работы они совершенствовались. Я, наверное, остановлюсь на наиболее значимых и на наиболее проблемных программах. Приведу самую старую программу, которая у нас существует уже более 15 лет. Это программа профилактики гриппа. Далее шли программы. Это программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, программа раннего выявления онкоурологических заболеваний у мужчин и женщин, программа ранней диагностики онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, ну и другие программы. Но если говорить еще о программах, которые самые старые, к ним, наверное, можно отнести и программу профилактики, вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Почему мы остановились на этой программе и, в общем-то, начинали ее разработку более 10 лет назад? На протяжении многих лет и до сих пор смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается лидером и стабильно занимает первое место. Значит, эта статистика подтверждается и среди работников нашего общества, к сожалению. И, в общем-то, как бы управлять этим показателем можно, можно. И, как бы, мы это, в общем-то, доказали на протяжении вот более 10 лет работы по этой программе. В чем заключается программа? В чем заключается ваш, я не знаю, контроль, наблюдение, может быть, помощь? Значит, ну, я здесь отмечу, что программа вторичной профилактики, то есть речь идет о вторичной профилактике. Значит, это речь о том, чтобы предотвратить какие-то серьезные осложнения у лиц, которые уже имеют те или иные сердечно-сосудистые заболевания. То есть, ну, например, у работников, имеющих гипертоническую болезнь или ишемическую болезнь, предотвратить такие серьезные грозные осложнения, как инфаркты миокарда, инсульты или смертельные исходы. Значит, смысл программы в том, что при выявлении данных заболеваний работнику предлагается пройти достаточно углубленное обследование, которое можно пройти у нас на базе наших подразделений. Это нагрузочные тесты, велоэргометрия, трэдмилл-тесты, это эхокардиография и некоторые другие. При каких-то сомнительных результатах исследования по программе ДМС или по программе высоких медицинских технологий, работники направляются в ведущие клиники Москвы, где им верифицируется диагноз, даются рекомендации на дальнейшее наблюдение, на дальнейшее лечение. Значит, работники в данную программу конкретно включаются лица, у которых имеется высокий или очень высокий риск развития осложнений, о которых я говорил. Эти лица наблюдаются, как правило, либо у кардиолога, либо у терапевта в поликлинике. Эти лица бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами. Соответственно, такой подход к динамическому наблюдению данных больных приводит к тому, что в этой группе людей резко снижается количество вот этих сосудистых осложнений, смертельных исходов. В общем-то, то, что и показывает наша статистика. То есть, с момента введения этой программы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается. Например, на протяжении последних нескольких лет случаи сердечно-смертей по данной причине в обществе единичная. Участие в программе добровольное. И здесь, как и со случаем вакцинации от гриппа, есть противники программ. И в данном случае аргументом у людей может служить то, что они боятся. Боятся, что им там поставят отметку профнепригодность. Есть ли такая опасность? Или людям не надо этого бояться? Наоборот, чем раньше работник примет участие в той или иной программе, тем благоприятнее прогноз того заболевания, которое у него в принципе может быть выявлено. Это в том числе касается сердечно-сосудистых заболеваний. Просто нередко бывают случаи, когда отказываясь от каких-то обследований, отказываясь от каких-то предлагаемых видов лечения, работник попадает в состояние, например, инфаркта. Соответственно, конечно, в этих случаях по выздоровлению у него будут определенные ограничения к труду, например, к труду с физическими перегрузками. Поэтому здесь еще раз скажу, что в данной ситуации участие в программе только может положительно сказаться как на здоровье работника, так и на последующих вопросах экспертизы его профпригодности и многих других аспектах его жизни. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо.